Перед началом данного видеоролика убедительная просьба его выключить. Всем привет, с вами Бутер, и мы продолжаем проходить визуальную хоррор-новеллу под названием «Зайчик». В прошлой серии мы остановились на моменте, как в принципе вошли в дом наш, вот, вот, забрали варежку, предположительно этого, я не помню, как мальчика зовут, я забыл реально, ну, ничего, ну, короче, мальчик пропавший, вот, его ищут, ищет милиция, полиция, вот, приходили к нам домой, спрашивали про него, мы, соответственно, ничего не знаем, вот, мамаша нам сказала такая, ну, у тебя окна выходят на лес, может, ты что-то видел, вот, но мы ничего не подозреваем, вот, и как бы наш герой, главный Антон, решил раскрыть это преступление, возможно, вот, и заполучить кучу денег, там, купить Оле киндеров и себе, и, возможно, помочь маме с папой, чтобы избежать события под названием «развод», словно букву «Р». Ну, ладно, мы продолжаем, мы находимся в доме. Итак, сейчас попью еще раз. Я в охуею. Так. Стиснув зубы, я дернул железный набалдашник, загоняя запор в проемы планки. Я таращился на дверь. За переградой, за преградой, тонкой и жалкой, бесполезнее... Еще раз. За преградой, тонкой и жалкой, бесполезнее одеяло, кто-то стоял. Хриплое дыхание проникало в дом и накатывало волнами. Отчетливо пахло хвоей и потом. Мама выглянула из кухни и бесстрастным голосом, каким часто говорила с отцом, отчеканила. Что конкретно? Тебе не ясно? В просьбе не хлопай дверьми. Сучка. Я... я случайно. Я покосился на дверь. Странно, кстати, что она вообще ему не предъявила сейчас ничего, что... Вот, блядь. Черт, вышел. Я покосился на дверь. Запах исчез вместе с ним и дыханием. Если там и вправду кто-то дышал. Здесь, в пяти метрах от мамы, страх понемногу ослабевал. Таял, как снежок в тепле, а вместе с ним и остатки сил. Вот и мама. Ноги подогнулись. Я уперся в стену, чтобы не плюхнуться на пол. Вдруг мамино лицо изменилось. Ледяная маска строгости и... Отстраненности мигом слетела. Мама стала такой же, как была до всех этих ссор. Она наконец увидела мое состояние, мои облепленные гроздями снега мокрые штаны. Ты где был? Я тебе что говорила, а? Чтобы ты дома сидел. Ну да. Я и для тебя пустое место. Ну не, это уже... Это уже перебор. Я испугался, что она расплачется. Потянулся к ней, как в детстве, когда просился на руки. Но мама успокоилась и вновь стала прежней. Глаза ее блеснули сталью. Голос зазвенел. У отца сигареты пропали. Опа, Степа. Ну мы не курим. Мы не курили. Мы варежку стягивали. Света. Признавайся, ты их стащил? Нет, нет, не я. Курить бегаешь? Конечно нет. Там... Там за мной кто-то гнался. Я думал, меня... Пытаясь все объяснить, я начал заикаться. Слезы подступили к горлу. Мама склонилась и обнюхивала меня по-звериному, выискивая запах табака. Ну да, ну да. Потомхи хмура прищурилась и с недоверием посмотрела во двор. И тут же, изменившись в лице, прикрыла рот ладошкой. Гляди, вон же они. Прямо у забора. Угу. Сердце лихорадочно забилось, будто я снова был добычей, и загонщики преследовали меня в поле. Я готов был поклясться, снаружи кто-то скребется... заскребся в дверь. Точно-в-точно, как в моем кошмаре. Мама поманила пальцем, и я, кое-как набравшись смелости, выглянул в кухонное окно, в лицо своему страху. Там собаки были, они изо мной винолись. Сквозь зимние узоры на стекле были едва различимые косматые силуэты, барахтавшиеся в снегу. Собаки. Все это мелкая свора дворняк, без имени и хозяина, лишь издалека напоминавшая голодных старошил, живущих у кромки леса. Божечки, ты их испугался? Блядь. И они сами тебя перепугаются, Антон. Да, блядь, мать. Не шали, ты вообще... А вдруг они бешеные? Ты вот вообще об этом не подумала. Они гнались за мной, словно за зайцем. А вдруг они бешеные? Вот, вот, я про это и говорю, блядь. Улыбка медленно исчезла с маминого лица. И теперь мама смотрела по-другому. Словно впервые видела этих собак. Что, если они нападут на Олю? Действительно, блядь. А у меня похуй, да? Мам. Вот бы твой отец их всех перестрелял. Не знаю, какая-то она вот такая вся. Мама, они живые. Ну вот, да, живые. Ну, блядь, опасные. Меня-то заметь, я тоже свой сын. А что? Ты уж определись, они тебе друзья или враги? Блядь. Ну что за мать нахуй? Не маленький ведь уже. Пиздец. Мама хмыкнула, а мне сделалось невыносимо обидно. Да так, что я прикусил губу и уставился в затянутый паучьими тенетами угол. Да, сыщик из меня никудышный. И рисковал я не жизнью перед чудовищными монстрами, а своими брюками перед блохастой шайкой глупых дворняк. И ради чего это все? Сдалась мне эта варежка. Ну, конечно. В руке чавкнула темная липкая... А, у него же еще и кровь, блядь, там на руках. А мать это не заметила, блядь. В руке чавкнула темная липкая рукавица пропавшего мальчика, с которой, как оказалось, я не расставался все это время. Вот мой козырь настоящего детектива. Я поспешил предъявить улику маме. А вот это зря, наверное. Мам, смотри, это Вовина варежка. А, Вова. Ну, того, про которого утром милиция спрашивала. Это пиздец. Она вся в крови. На дереве висела. Вон там могу показать. Давай в милицию скорее позвоним. Как нас участковый просил. Мам, гляди. Фу. На скривившемся мамином лице появилась тень недоверия. Словно воспоминание о чем-то давно забытом. Так люди пытаются вспомнить сон, но образы ускользают. А ну-ка прекрати сейчас же. Но это пиздец, да. Оля тебя услышит, с ума сойдет. Вот, блять, лишь бы как о безопасности Оли подготовиться. Вот этот, блять, уже ненужный ребенок Антон, да? Она и так не спит. На все подряд жалуется. Еще и ты со своими шуточками. Да, она не услышит, она русалочку смотрит. Теперь и я видел, что мокрой варежкой... Теперь и я видел, что мокрой варежкой была от снега. У нас глюны пошли какие-то. Никакой крови. От стыда хотелось сквозь землю провалиться. Иди сюда, паникер. Да не стой столбом. Вот, таблетку на. Быстро пей. На мою ладонь упала золотистая пилюля, напоминающая мертвую осу. Я уже пил сегодня. За завтраком. Поприрекайся мне еще. Да пошла ты нахуй вообще, а? Сказала дома сидеть. Нет же. Господи. Был бы отец, выпорол. Господи. Сейчас же выпей, а то ночью не уснешь. Тебе ведь в школу завтра. Можно понежнее, блять, было сказать. Пришлось проглотить горькое лекарство. Запив его не менее противной водой с привкусом хлорки. Фу, блять, гадость. Может, это была и не Вовина рукавичка. Может, и не рукавичка вовсе. Варежка. Как и чудовище из леса. И Олина сова. Я схожу с ума? Да может быть. Что со мной происходит? То ли таблетка подействовала моментально, то ли перевозбужденный мозг не подпускал страхов. Так, сейчас, подождите. Ага. Пришло спокойствие. Зевотное безразличие. Антон, выпил? Можешь, если захочешь. Ну ты же, блять, при мне стоишь. Конечно, выпил. Раздевайся. Уснул, что ли? Нет, мам. Просто задумался. Интересно, о чем же? Что какая ты мать паршивая, если честно. Так, глупости всякие. Мама смирила меня подозрительным взглядом. Смерила, точнее. Словно сомневалась, что перед ней родной... Словно сомневалась, что перед ней родной сын, а не какой-то притворщик, явившийся из леса. Точно все нормально? Теперь-то, блять, интересно. Может, по Оле поинтересуешься? У тебя такое лицо было, когда милиционер про окно спросил. Поинтересуйся Ольгой, блять. Все нормально. Ты еще так любишь, блять. А на нас похуй, вообще. Блять, душнило. Эмоциональный вампир. Хорошо. Хорошо, блять. Пиздец, хорошо. Хорошо. Поговори, блять, с сыном нормально. Так. А стоп, это история... Я просто пропустил. Ну ладно, дверь там что-то потускнела. Потускнела диванная обивка. На кафеле в ванной отпечатались следы чьих-то пальцев. Лампочки светели иначе. Тускло и желто. Да приляжь ты, блять, поспи. Даже привкус слюны во рту казался другим. Со второго этажа послышалась мелодия Аладдина. А, Аладдина. Уже смотрим. Оля пересмотрела свои любимые серии русалочки. И переключилась на другие кассеты. Извините, мне что-то, блять, пучит. Я не могу. Мне надо сконцентрироваться. Перекур, может, пока что. Ой, бля. Мать, конечно, вообще ёбу дала. Ну, если ты это... Ну, ты видишь, что что-то с ребёнком не так. И он тебе говорит хорошо? Всё нормально? Не всё нормально, блять. Поговори с ним откровенно. Скажи ему, что ты можешь мне доверить любой секрет. Либо ещё как-то подойди, блять, к этому. Оригинально, блять. Хитро. Чтобы выпытать из него что-то вгложить, блять. Пиздец. А то такая... А, ну хорошо. Ну, раз хорошо, так хорошо. Я посъёбам, блять. Ну это... Ну что это такое? Причём, а Оля бы печёмся. Ой. Да. Ну и Антона, конечно, преследует какие-то эти... Голюны. Вот. Что он не может различить, что явь, а что... Реально. Ой, блять. То же самое сказал. Ну, короче, да, вы поняли. Что явь, а что выдумка. Так, продолжаем. Так, это... Угу. Так, мы в комнату вошли. Потом поднялся по лестнице. Умолкли голоса Джафара и Ягна. Я прошёл мимо Олиной спальни и юркнув в свою комнату. Так, мы можем открыть... А. А чё можем... Чё-то можем посмотреть, да. Давайте смотреть. Монстры привидения НЛО. Вот, блять, не читается вот этой вот всей хуйней. И потом кошмары снятся. Энциклопедия паранормальных явлений издательства Росмен. Из неё я узнал про Лохнесское чудовище, Медузу Гаргону и Бигфута. А Оля от книжки шарахается. Вдруг бабайка вылетит. Разделы про монстров и пришельцев. Она ещё кое-как пролистала вместе со мной, но середина энциклопедии, где говорилось про призраков, её напугала. Динозаврик. Моя фигурка Трицератопса. Я знаю почти все разновидности динозавров. Вот церапторы, афровинаторы, гипсо... Гипсилофандоны, блять. Гипсилофандоны, блять. Без бля, просто. Помню, когда мы ещё жили в городе, пошли в кино с родителями на парк Юрского периода. И я сфотографировался в фойе возле механического Тирекса. Он вертел головой и так оглушительно рычал. Как же было здорово. А рядом игрушка. Трансформер Роботек. Роботек. Робосек, блять. Обожаю этот мультик. Когда в заставке разгоняется истребитель и пищат бластеры, можно быть уверенным, что ближайшие 20 минут пройдут потрясающе. Космическая фабрика Зентреди захвачена. Рик приготовился... Я, если что, не смотрел, поэтому не шарю это всё. Так, ещё что-то могу. Так, ну мы тогда потом посмотрим. Я мечтаю стать художником с тех пор, как папа купил мне первые комиксы. Журнал Муха самый крутой. Я особенно люблю большой космический выпуск с инопланетными монстрами и смешную серию про жандарма. Муха первый в СССР и России периодический журнал комиксов для возрастной аудитории. Имел большую популярность в лихие 90-е. Особенностью политики журнала был полный отказ от заимствований из зарубежных изданий. Все сюжеты и рисунки готовились отечественными художниками. Прикольно. Впервые об этом слышу, на самом деле. Так, хорошо. С тех пор я рисую всё подряд. И вроде бы получается неплохо. Когда-то в Мухе опубликовали моё письмо. Может, и мой комикс однажды там напечатают. Так, давайте посмотрим туда. Днём лес не кажется таким мрачным. Прикрученные ветви деревьев вдали и заснеженное поле между домом. И лесом нагоняют зевоту. Но иногда я ловлю себя на том, что забыв про уроки, смотрю в окно на обледенелые кроны. Так, открываем. Один из ящиков стола пустовал. Туда я спрятал варежку. Такое простое действие отняло у меня последние силы. Я сел на кровать. И только тут увидел, за шторкой кто-то стоял. Ну, Ольга, Ольга. Моя рука обессиленно упала. Лекарство тому виной. Или пережитый стресс. Но комната колебалась, словно ветер надувал стены, как прусину. Углы плыли и сгибались. Только силуэт между подоконником и гординой оставался недвижным. Ткань облепила притаившегося гостя. Точно саван, подумал я. Оля? Кому же еще там стоять? Я встал с кровати, облизывал пересохшие губы. Оля, очень смешно. Силуэт не шевелился. Штора мягко обтекала контуры. Будто не человек, а уплотнение мрака. Я потянулся к шторке. Тук-тук-тук. Стучало отрегулированное таблетками сердце. Ветер в поле пел с доголосым хором. На секунду захотелось вернуться на кровать, лечь и просто смотреть на человека за шторкой, зная, что он смотрит в ответ. Смотрит, не моргая, и ждет, когда ты уснешь. Пластмассовые кольца зашуршали о карниз, когда я рывком одернул шторку. Попался! Очень смешно, Ольга. Да я сразу понял, что это ты. Да, силуэт-то знакомый просто. На фоне предзакатного солнца над Оленой головой вспыхнул ослепительный нимб. Ангелочек. Словно моя сестра светилась. Когда Оля была совсем крошкой, папа частенько говорил, что она светится от радости. Я возражал, она же не фонарик, чтоб светиться, блядь. Но однажды поднес ее к окну, и солнечные лучи попали на улыбающиеся личико. Казалось, я держу на руках ребенка, сотканного из света. А я все видела. Да, что ты видела там за шторкой, ничего не видела. Да ну, что ты спрятал? Хуй для любопытных. Вылитая маленькая мама еще до того, как она нацепила эту маску тоскливой усталости и перешла на приказной тон. Ничего, просто... Оля подбежала к столу, спросила, округлив глаза. Ты что-то украла, теперь прячешь? Все так, да. Ты вор? Да, паскуда. Что? Глупая. Ничего я не крал. Всплыл четкий образ варежка, висящая на суку. А вдруг я ее украл? У леса, у зверей этих. У леса, у склонившегося силуэта за деревьями. Оля когда хотела, могла быть капризной и напористой. Покажи тогда. Поклянись, что никому не скажешь. Тогда покажу. Так ты уже матери показал. Че это скрывать-то? Отцу только осталось показать. Да и всем зверям нахуй. Оля заг... Оля заговорщицы... А, Оля заговорщицки улыбнулась. Клянусь маминым сердцем. Да че там маминым сердцем ты клянешься? Страшно таким клянуться, блядь. Клятва, услышанная ею в старом фильме про пионеров, что мы смотрели однажды. Ну-ка, че за фильм? Пионерское движение. А, просто? Собирательное название детских коммунистических организаций, существовавших в разных странах. Воспитанники такого лагеря назывались пионерами. Я думал, про фильм скажут что-то. Ладно. Не говори так. Оля кивнула и жестом заперла рот на невидимый ключик. Любопытство переполняло ее. Прескалось в огромных глазах. Я выдвинул ящик и Оля наклонилась, затаив дыхание. Казалось, там лежала не просто рукавица, а какой-то диковинный зверек. Это... чья-то варежка? Угу. Она сказала это с такой интонацией, будто сама не могла понять, что это такое. Один мальчик потерял. И сам потерялся. Да, с такой веселой интонацией мы говорим, блядь. Теперь понимаешь, как опасно гулять в лесу, особенно детям? Ага. Ему, наверное, там очень холодно. Без варежки. Его найдут? Ой. А я не знаю, блядь. Обязательно. Участковый по домам ходит. Всем фотографию его показывает. Оля с опаской прошла по комнате и впечатала в оконное стекло ладошки. А почему он по домам ходит, а не по лесу? Так и по лесу, наверное, тоже. Боится? Да хуй знает. Вопрос застал меня врасплох. Милиционеры ничего не боятся. И лес они прочесали. Да как же, мелькнуло в затуманенном сознании. Проверяли ли они в самых потаенных уголках, где тьма, холод и шепот обледенелых ветвей? Допустим, да. Но почему тогда не нашли варежку? Или она появилась позже для меня? Я сменил тему. Словно попытался отвезти Олю подальше от чащи. Если я сам найду пропавшего мальчика, нам, может, награду дадут? Угу. Кучу всякого, как в Поле Чудес. Поле Чудес, да. Советская и российская телеигра, выходящая каждую пятницу вечером и являющаяся частичным аналогом американской телевизионной программы Колесо Фортуны. Я, кстати, Колесо Фортуны ни разу не видел, не смотрел. Ну, судя по описанию Поле Чудес, и вообще по этой передаче, то, что я ее смотрел, можно сделать, да, такой вывод, что, возможно, там все так же. Тоже Колесо, тоже свой Якубович есть с усами. Клево же! Нахуенно, блядь. Оля, словно, не слышала меня. Она тихо спросила и буравила лес взглядом, внимательных, как каких-то удивительно взрослых глаз. А что, если это сова его утащила? Да полюбасу сова, конечно. Ерунда. Да, конечно, сова. Не может сова поднять человека. Может, огромная, блядь. Ну, вот что... Я тщательно подбирал слова, вытаскивал их сил, силком из приутомленного мозга. Ты в лес несуся. Мне кажется, он какой-то... Хуёвый. Как бы сказать, проклятый, что ли? Как в сказке? Как в сказке. Нет, скорее, как на той страшной кассете, что родители прячут. Какой такой страшной кассете? Оля поёжилась и украдкой выглянула в окно. Ну, блядь, вот это вот, ну, не знаю, запугивание маленького ребёнка, она вообще на улицу толком и не выйдет. Будет сидеть дома и бояться всего. Лучше говорить, что, типа, предупреждать, но не запугивать так прям. Я видела, как ты убегал. Да? За тобой кто-то гнался? А ты не видела? Нет, просто, чтобы мама не волновалась, спешил домой. А собаки? Я смотрел на сестру, и сердце обливалось кровью. До чего же она хрупкая? Как легко погасить этот свет? Подует ветер и затушит лампадку. Хорошо тебе. Меня вот мама не пускает даже на крыльцо. И правильно делает. Как принцесса в башне сижу. Никуда не могу выйти. Так и умру тут от скуки. Не придумывай. От скуки ещё никто не умирал. У тебя же есть я и мультики, а мама с папой скоро помирятся. Знаешь, чтобы я загадала на следующий день рождения? Чтобы родители тоже в детей превратились. И мы бы все вместе играли, как раньше. Мило, конечно. Ага, а если бы они стали размером с жука, то мы бы их в спичечный коробок посадили. Оля хихикнула, потянув меня за рукав. Тоша, пойдём Аладина смотреть? Ты к ты же смотрела уже. Усталость была сильнее желания побыть с сестрой. Меня одолела какая-то гнусная апатия. Вымотался я. Что-то не хочется. Ну пойдём. Мне скучно одно, а мама занята. Да, всё время. Можно выбрать другой мультик, который ты ещё не видел. Да я все наши кассеты наизусть знаю. А вот и не все. Ты Питера Пэна не видел. Помнишь, ты уснул на середине? А там потом такое. Ну пойдём. Пойдём. Давай попозже. Рассказать тебе, чем всё закончилось? Утром расскажешь. Утром не захочу. Придумала. А давай в прятки. Нет, Оль. Тогда нарисуй мне динозавра. Оля, блин. Да сделай ты хоть что-нибудь. Ну похуй на усталость-то. Нарисуй, нарисуй. Что он, блядь, сделал за сегодня? Кашу пожрал, варежку. Вышел на улицу, варежку, блядь. Забрал. Это, погнал, это, бежал, блядь, сломя ноги. Пришёл домой, ну вот уже вечер, блядь. Чё он сделал-то? Нихуя не делал, блядь. И такая усталость. Ну плюс таблетки, ладно, ещё. Ну, бля. Это ж такое вот мизерное, блядь, желание ребёнка. Ну, выполни ты его. Да оставь ты меня в покое! Ты чё за хуйня была сейчас? Я не понял. Блядь. Ну она сейчас расстроится, заплачет. Слова сами сорвались с губ, блядь. Я даже опешил. Прежде я так не прикрикивал на сестру. Ошеломлённая Оля уставилась на меня. Ну всё, блядь, она плачет. Губы задрожали, предвещая неминувшие слёзы. Годливость и стыд заклокотали в груди. Что со мной происходит? Я заспешил опередить Олю на плач. Олин плач. Ладно, уболтала. Давай смотреть мультики. Только недолго. Уже не хочу. Вот, испортил настроение, пидорас. Я подошёл к ней, положил ладонь на мягкие волосы. Пойдём. Питер Пену посмотрим. Ага, ты опять уснёшь. Я улыбнулся, поднял её подбородок. Глаза были мокрыми, бездонными. Не усну, обещаю. А потом я тебе целого трицератопса нарисую. Ура! Три-пик! Сыри-пупса! Ну, почти. Она протёрла рукавом глаза и засияла улыбкой. Давай ты пока кассету перемотаешь, а я у мамы попрошу сгущёнки с хлебом. Только утром свежие привезли, как ты любишь. Неси, только аккуратнее, а то разольёшь. Опять ругаться будут. Спорим, не разолью? Кассета где-то в тумбочке. Поищи пока. Оля исчезла в дверях, а я поплёлся в соседнюю комнату. Так. В комнате Ольги. Так. Чё у нас тут? А, копилка. Ну, давай. Свинья-копилка. Оля собирает деньги на настоящего щенка, так как папа говорит, что содержать его будет дорого. Ну, да. Бесчётные Олиные игрушки. Самое главное среди них старый плюшевый медведь. Оля без него не засыпает. А когда спит, взрывается носиком в его мех. То самое жуткое окно, за которым каждую ночь Оля видит проклятую сову, караулищую в темноте. Днём Оля держит шторы раздвинутыми, но в сумерках плотно зашторивает окна, чтобы не видеть глядящих снаружи жадных глаз. Так, мы всё вроде бы это посмотрели. Ну, включаем. Старый телевизор Photon пылился в углу. Оставалось только щёлкнуть кнопкой на передней панели. Кинескоп нагрелся на чёрном экране. Привычно заплясал белый шум. Я потянулся включить видеомагнитофон, как вдруг рябь улеглась, и на мгновение вынурнула размытая картинка. Это был мрачный таёжный лес, в точности такой же, как у меня за окном. Искажение разделяло экран прямо посередине. Из динамика доносилось нечто зловещее, едва похожее на человеческую речь. Не прошло и нескольких секунд, как пейзаж снова замело помехами. Неужели ловит новый сигнал? На местном телевидении показывают только советские мультфильмы. Да и те очень редко. А раньше я всегда смотрел роботек перед школой. Вот же было здорово. Может, пошевелить антенну, вдруг поймаю тот самый канал? Но с другой стороны, Оля попросила найти кассету. Нехорошо будет опять её расстраивать. И это сонливость. Сил нет делать всё скупом. Давайте иск... А, можно настроить было. Я прошерстил полки, заставленные куклами и голубыми бегемотиками из киндер-сюрприза. Ой, голубыми, блядь. Угу. Блядь, те самые. У меня были такие. Нужная кассета нашлась по стёртому голубому корешку. Я вытряхнул из коробки чёрный прямоугольник. А, это была типа такая вот, ну... То есть, развилка. Я мог дальше шерустить, блядь, шерудить. А мог... Блядь, провести вечер с сестрой. Ну, давайте проведём его вечер с сестрой. Хули нет-то. Зашуршала плёнка. Перекручиваясь к началу. Её шелест убаюкивал. Так, вопрос. А можно... Ага. А можно... Что это такое? Авто, история... А! Сама история, по которой я двигаюсь. Жгусь. А, можно скрыть. И заскринить. Ну, если что, заскринить. Так, а как это? Меня, сидящего на корточках перед экраном, окутало дремой. В голове завертелись образы. Мы с Олей летим над лесом. Кувыркаемся на мягкой перине облаков. Сестра смеётся, и я улыбаюсь. Но улыбка с каждой секундой всё натянутой. Я замечаю, что облака раздвинулись под нами, а внизу ощетинились сосны. Между деревьев хлюпает болотистая тьма. А крылья уже не могут удерживать нас. И Оля... Ты не смотришь без меня? Да, бля, на помехи только. В руках у сестры был поднос с криво нарезанным хлебом и целой банкой сгущенки. Бля, ещё и чай, кайф. Я протёр глаза. Нет, садись. Мама с папой опять ругаются. А батя уже вернулся, блядь? У них сейчас период такой. На экране Венди убрала в комод тень Питера Пэна. Олю веселила мультяшная собака Нэна. Может и нам родители собачку купят? Ну, копи-копи. Ага, как же. В небыляндии у меня будет своя собственная собака. И кошка, и попугайчик. Оля намазала хлеб толстым слоём сгущенки и вручила мне бутерброд. А у тебя все молочные зубы выпали? Конечно. Оля озабоченно нахмурилась. У Питера Пэна зубы молочные. Вдруг со взрослыми зубами тебя не пустят в его страну? Мы что-нибудь обязательно придумаем. Попросим папу исправить тебе возраст в паспорте. С чего это папа будет документы подделывать? Оля куснула бутерброд и сказала с набитым ртом. Будет-будет. Мама говорила, что он так делал. А я подслушала. Смотри, уши вырастут, как у дамба. Оля всполошилась, потрогала себя замочку. Я улыбнулся тайком. Нет, это не честно. Он крутится, как пчела. Он летучий дьявол. Сестра замолчала. Теперь она уминала хлеб, наблюдая за похождениями Пэна, Феи Динь-Динь и Джеймса Крюка. Словно действительно переместилась в сказочную небляндию. И, кстати, фан-факт, я не смотрел Питера Пэна вообще. Что греха таить? И я часто представлял себя там, в стране, где не взрослеют, не ссорятся из-за пустяков, не слушают ночами ругань за стеной и звон посуды. Я будто задремал с открытыми глазами. Ну, блядь, всё. В реальность вернул резкий оклик сестры. Тоша, скорей, штору задёрни! Зачем? Никто же на тебя не смотрит. Уже темно. А когда темнеет, прилетает сова. Я... Я боюсь. Превозмогая усталость, я слез с кровати и задёрнул штору. Старался при этом не смотреть на оружие. На пике сосен, на тайгу, которая в сумерках словно приближалась к дому. Хотя, конечно, это лишь корябающий снег тени создавали впечатление, что сосны двигаются. Тоша, мама думает, что я напридумывала про саму. А я тебе верю. И папа считает, что раз я маленькая, то значит вружка. Да пошли они нахуй. Конечно, есть. Вот честная-пречестная, есть она! Ты же не веришь, что она там, и каждую ночь прилетает, и... Я порывисто взял Олю за руку, посмотрел в глаза. Словно пытался передать ей каплю смелости и уверенности. Но есть ли это качество... Но есть ли эти качества во мне самом? Я тебе верю, слышишь? Ты только родителям больше не рассказывай про сову. У них и так хлопот по горло, они только рассердятся. Ты мне говори, если что случится. И в окно не смотри. Но она хочет, чтобы я смотрела. А ты не смотри. Перехочет. Притворись, что её нет и не было никогда. Что она выдумка, как родители говорят. Ей ждать надоест, она улетит. Мы следили за приключениями Питера Пэна, будто ничего не было. Ни леса, который похищал детей, ни родителей, которые поедали друг друга по кусочку. Капитан Крюк улепётывал от крокодила. Капитан Пэн направлялся в Лондон на золотом паруснике. Чудом я пересидел с сестру. Олины веки слиплись, она засопела, опустив подбородок на изголовье кровати. Я встал осторожно и покинул детскую. Я смотрел в окно, изучая поле, когда мама заглянула ко мне. Довольно баловства. Завтра первый день в школе. Ложись, тебе надо выспаться. Не хочешь же ты, чтобы тебя все дразнили соней? А кто так дразнит? Дразнит вообще. Блядь, я вообще даже не припоминаю. Не то чтобы в своей жизни, но и вообще за всю жизнь там какие-то истории, чтобы кто-то, кого-то дразнил. А, ты Соня, ты Соня, ты спишь, блядь. Не знаю. Наоборот, за что-то другое дразнили, типа. Пошла нахуй. Как же у взрослых все просто. Словно мой крепкий сон будет залогом того, что я понравлюсь одноклассникам. Ну вот, действительно. Натянув одеяло под горло, я слушал, как бормочет дом, как в темных углах шуршит кто-то невидимый. Внутренний голос задался вопросом, хочу ли я снова услышать ту странную флейту. Да или нет? Возможно, я взрослею и не могу до конца понять себя и свои желания. Лес стенал за преградой стен. Что-то бесплотное бродило по полям. Шевелились ветви, будто звали. И ветер выл, и выл в ночи. Мысли, как назойливые мухи, что летели в голову, становились вялыми и путанными. Я сам не заметил, как провалился в сон. И все-таки он настал. Первый учебный день, которого я боялся больше всего. Вау! Прикол! Время поиграть. Второй эпизод. Ну, давайте мы тогда в принципе и начнем с этого эпизода в следующей серии. Как вам такая идея? В общем, да. Не то, чтобы насыщенная прям вот серия получилась, но мы хотя бы дошли до второго эпизода. Это отлично. Вот. Короче, ладненько, давайте тогда продолжим в следующей серии проходить эту прекрасную визуальную новеллу под названием Зайчик. Да. Вот. Конечно же, ссылочку на прохождение Тинни Бани Зайчика я оставляю в описании под этим роликом. Также оставляю ссылочку на свой телеграм-канал. Если вам будет интересно, зайдите и посмотрите, что там может быть интересного. Вот. Конечно же, это все будет в описании, дорогие мои. Вот. Ну, а вас я хочу поблагодарить за просмотр этого ролика. Ну, а с вами, как всегда, был Бутер. До свидания.